Здравствуйте! Сегодня речь пойдет о хурме, вкусном и питательном плоде, который ошибочно можно принять за оранжевый помидор, если бы не его медово-сладкая мякоть. Удивительно, что это ягода, а не фрукт. Чтобы узнать, как растет этот чудесный плод и в чем его польза, посмотрите этот видеоролик. Хурма принадлежит к семейству ибеновых. Плоды хурмы в зависимости от сорта различаются между собой по форме, округлой, округлоконической по вкусу, по размерам, крупные и небольшие, по цвету, от оранжевого до коричневого. Вкус плодов может быть как сладким, например, сорт шаран, так и вяжущим, например, у сорта бычье сердце. Хурма делится также на несколько видов, наиболее распространенным съедобным видом является японский сорт диаспайрос каки. Популярными видами являются также диаспайрос лотус финиковая слива, диаспайрос вирджиниано-американская хурма, диаспайрос перегрейно-индийская хурма. В дикой природе хурма растет в регионах с продолжительным теплым периодом. Ее деревья живут около 500 лет, а в высоту они могут достигать от 8 до 10 метров, но бывают и высотой 20 метров. Есть и карликовые разновидности высотой в 1-2 метра. Кора темно-серая, с трещинами. Боковые побеги густо разветвленные, располагаются под большим углом к стволу. Деревья отличаются раскидистой широкой кроной и длинными опущенными ветвями с овально-сердцевидными гладкими листьями с сетью прожилок. Листва меняет свой окрас за время роста дерева от бледно-зеленого до темно-зеленого цвета. В осенние месяцы она становится желтой и красной. Даже опавшие листья не портят вид деревьев, усеянных множеством желто-оранжевых плодов. Древесина хурмы используется для облицовки традиционной корейской и японской мебели. Хотя она и твердая, но легко трескается и ее трудно обрабатывать. В Северной Америке светлая мелкозернистая древесина хурмы используется для изготовления бильярдных киев, текстильных челноков, а также стержней некоторых музыкальных ударных колотушек. Родная среда обитания для хурмы это азиатские страны с тропическим и субтропическим климатом. Прежде всего это Китай и северная часть Вьетнама, где ее особенно много. Но сегодня ее можно встретить в тех странах, где есть походящие климатические условия. Это Австралия, Индия, Япония, США. А республики Закавказья, Израиль и Турция считаются основными поставщиками плодов хурмы на российские рынки. С начала прошлого века налажено выращивание хурмы в Крыму. Плантация ценной плодовой культуры заложена в Никитском ботаническом саду. Здесь же была начата серьезная научная работа по выведению новых зимостойких сортов, приспособленных для российских условий. Если углубиться в этимологию слова «хурма», которое пришло к нам из языка фарси, то узнаем, что этот фрукт называют и финиковая слива, и пища богов, и даже «божественный огонь». И ведь, правда, и на финики похожа по вкусу вяленая хурма, и на огонек среди ветвей. Есть и другие названия, греческая «диаспирос» и индейская «персимон». Исторической родиной хурмы является Китай или территория, охватывающая субтропическую часть Китая, Корею и Японию. Лишь во второй половине XIX века растения хурмы были интродуцированы в Европе. В 1840 году их начали возделывать во Франции, откуда они чуть позднее были завезены в Италию, Испанию и Швейцарию. К 1870 году хурму уже выращивали в штатах Калифорния и Джорджия, США, хотя первый урожай плодов был получен несколько позднее, в 1879 году. Одно из самых распространенных названий плодов хурмы – каке. Оно имеет японское происхождение и означает «плод». В стране восходящего солнца хурма является чуть ли не национальным достоянием, а ее цветение – не менее важный культурный феномен, чем цветение сакуры. Хурма созревает осенью, в это время она в Японии повсюду, на всех деревьях в деревнях. В магазинах 10-15 сортов, ждут покупателя. Японцы считают плоды как и божественными. На японском архипелаге хурма очень широко выращивается, а плоды потребляются японцами в больших количествах. В Японии хурмы много, она разных сортов. Есть в форме сердечко, есть просто круглые, есть квадратные. Она считается самой дорогой хурмой в мире. Однажды на торгах в японской префектуре Гифу продали две хурмы сорта тенкафубу за 540 тысяч йен, это около 4,8 тысячи долларов. Причина такой стоимости именно необычайная сладость плодов. Плоды хурмы как и достигают 500 граммов веса, диаметром 8-10 сантиметров. Дерево имеет морозостойкость до 18 градусов. Сбор урожая существляется, когда плоды находятся в незрелом состоянии, жасткие, но полностью окрашенные. Дозревает плод при комнатной температуре. Используется как сам плод, так его листья и кора. Хурма в Японии вся сладкая и хрустящая, водянистую хурму здесь не встретишь, и еще она практически без косточек. Японцы едят как и свежий и сушеный, делают из нее пастилу и мармелад. Сушеная самыми разными способами, хосигаки, моченая и запеченная хурма широко применяется в японской кухне. Японская хурма является одной из немногих фруктов, которые являются родным для Японии. До начала производства сахара в Окинаве и в Западной Японии в начале 17 века, сушеные каки были единственной формой подсластителей, кроме меда, доступной в Японии. Сушеные каки считаются кондитерским продуктом. Причина восходит к тому периоду страны, когда японцы начали покупать дорогой сахар из-за рубежа в обмен на серебро и медь. Торговля сахаром продолжалась и после самоизоляции Японии в 17 веке. Затем японцам удалось узнать в Китае секрет производства сахара, его стали производить на Окинаве и в западной части Японии. Хурма отличается особенностью в цветении. Она зацветает позднее всех культур. Перед цветением на молодых побегах в пазухах листьев образуются мелкие цветовые почки, которые постепенно набухают и увеличиваются в размерах. На одном дереве растут женские, а на другом мужские цветки, которые отличаются друг от друга внешне. Поэтому для успешного опыления требуется высадка рядом с пятью-десятью женскими деревьями одно мужское. Женские цветки растут поодиночке, а мужские держатся кучно. Мужские деревья отличаются мелкими, собранными в соцветии цветками. Мужские растения зацветают на несколько дней раньше женских и отцветают на несколько дней позже. Кроме того, замечена этапность в цветении деревьев, сначала зацветают нижние ветви от периферии к центру ствола, затем – средние и в конце крона. Женские деревья имеют более крупные одиночные цветки с белыми, бело-розовыми или желтыми цветами в зависимости от сорта. На женских деревьях может одновременно происходить и образование плодов, и молодых цветков. Женские одиночные цветочки объемные, у них в чашечке 4 плотных листика. Опыляются растения насекомыми. В некоторых случаях плодовые завязи на женских экземплярах появляются без опыления. Цветение в более теплых странах начинается в марте, в других местах – в апреле или мае. Плоды хурмы сочные и мясистые. Ягоды имеют различные формы, покрытые тонкой, гладкой или бархатистой кожицей. Зрелая хурма имеет ярко-оранжевый, красноватый, бурый или коричневый цвет, иногда поверхность с контрастными крапинками. Семена располагаются в центре, в толще мякоти. В одном экземпляре их содержится от 1 до 10 штук. Размер плодов – от 2 до 12 см, а вес – от 10 до 100 г, но бывает и больше. По внешнему виду хурма напоминает томаты. Полной спелости плоды достигают поздней осенью, когда сахаристая мякоть становится мягкой. Весь плод съедобен, кроме семянной чашечки. За нежную консистенцию и сладкий вкус хурму нередко называют финиковой сливой. Хурму едят в свежем виде, употребляют в сладких или соленых блюдах, консервируют и сушат. Ее можно есть целиком на любой стадии зрелости, хотя у перезревшего плода мякоть может стать прозрачной, а у некоторых сортов в недозрелом виде сильно вяжущий вкус. У хурмы сладкий, похожий на мед, запах. Мякоть шелковистая, скользкая, от хрустящей до желеобразной текстуры. Вкус хурмы не похож на другие ягоды и фрукты. Многие описывают его как манговое пюре с небольшим количеством корицы, другие – как тыкву с яблоком. Кому-то медовая сладость и насыщенность напоминает абрикос, слегка приправленный специями. В общем, на вкус хурма может быть разной, это зависит от сорта и степени спелости. Полезнее всего есть ее в сыром виде. Незрелая хурма некоторых сортов иногда вызывает терпкость, сильное чувство сухости и онемения во рту. Это происходит из-за большого количества тонинов, разновидности полифенолов. Они связывают слюнные белки, провоцируя неприятные ощущения в ротовой полости. Чтобы этого избежать необходимо тщательно промыть хурму под струей прохладной воды. А затем вытереть поверхность чистым полотенцем. Отделить и выкинуть плодоножку. Разрезать хурму пополам, от верхушки до кончика, чтобы разделить на две части. Можно есть ложечкой или нарезать каждую половинку тонкими дольками. При созревании такая хурма теряет вяжущие свойства и становится мягкой и сладкой. Также вяжущий вкус можно убрать, если сначала хурму залить теплой водой, а затем окунуть в кипяток. Второй способ – это заморозить фрукт в морозилке. После размораживания хурма перестанет «вязать» рот. Из-за мягкости такие плоды практически невозможно перевозить и долго хранить. После посадки дерево начинает цвести и давать плоды через 4-5 лет. Плоды во второй декаде июня достигают размера 1-2 см, до середины августа – сентября, они становятся больше и тяжелее. В оранжевый цвет плоды окрашиваются примерно в середине августа. С этого времени до окончательного созревания проходит дней 10 или больше при холодной погоде. Листву хурма сбрасывает под конец сентября, в октябре, а плоды могут еще дозревать. Они будут готовы в октябре, ноябре. Сбор хурмы начинается в середине октября или начале ноября и продолжается до середины или конца декабря. Сроки уборки урожая хурмы зависят от конкретного сорта. Если хурма предназначена для транспортировки на дальние расстояния, плоды собирают недозревшими. Они должны быть еще твердыми, но уже приобрести оранжево-желтую окраску. Здесь не следует спешить. При чересчур раннем съеме зеленая хурма дозревает очень медленно. Плоды сморщиваются и заметно увядают. Портится и вкус хурмы. Если хурму выращивают для потребления на месте, плоды собирают на стадии полного созревания, когда хурма приобретает интенсивную окраску, свойственную данному сорту, а плоды при надавливании немного сплющиваются. Плодам, накопившим достаточно сахара, не страшны даже легкие осенние заморозки. Обычно созревшая хурма прочно прикреплена к плодоножке и хорошо держится на дереве. Плоды надо срывать очень осторожно. Нередко при отрыве чашелистика повреждается и сам плод. Такая хурма непригодна для хранения, потому что она быстро загнивает. Чтобы избежать повреждений плодов, их срезают с веток с помощью секатора или садовых ножниц. Работают аккуратно, стараясь не поцарапать хурму, не надорвать ее и не причинить плоду иных повреждений. Плодоножку срезают как можно ближе к чашелистику, так как слишком длинные черешки при хранении и транспортировке могут повредить соседние плоды. Если одновременно убирают все плоды, то после сбора их в обязательном порядке сортируют по степени зрелости или окраски, так как они значительно различаются по срокам хранения. Хурму, снятую с деревьев, укладывают в ящики. Плоды должны лежать в один слой черешками вниз. Важно, чтобы каждая хурма лежала отдельно, не соприкасаясь друг с другом. Для транспортировки округлые плоды укладывают по ящикам в два слоя. В крайнем случае, допустимо укладывать хурму в 3-4 слоя, но не более. Остроконечные плоды укладывают только в один слой. На дно ящика предварительно насыпают древесную стружку или другой мягкий упаковочный материал. Этим же материалом пересыпают каждый слой хурмы. Каждый плод заворачивают в мягкую бумагу. Направление чашечек хурмы чередуют первый слой кладут чашечкой вниз, второй чашечкой вверх, третий, снова вниз и т.д. Хурму хранят в хорошо проветриваемом, темном прохладном помещении с достаточно высокой влажностью. В таких условиях плоды будут дозревать, размягчаться, а их вкусовые качества улучшатся. При недостаточной влажности воздуха в хранилище хурма подсыхает, сморщивается и приобретает неприятный привкус. На свету хурма дозревает медленнее, чем в темном помещении. Если же в хранилище повысить температуру, созревание ускорится. Заложенную на хранение хурму периодически осматривают. Подпорченные плоды удаляют, дозревшую и полностью размягченную хурму отбирают для употребления в пищу. В погребе или холодильной камеры при температуре 0,1 градус и относительной влажности воздуха 85-90% плоды хранятся 2-3 месяца, а иногда и немного дольше. Срок хранения замороженной хурмы еще больше. Перед употреблением ее кладут в холодную воду, чтобы разморозить. Благодаря широкой географии возделывания на мировой рынок плоды поставляются практически в течение круглого года с максимумом предложения в ноябре-феврале. Прямые поставки плодов на российский рынок осуществляются из Грузии и Азербайджана, в существенно меньших количествах благодаря реэкспорту из Голландии в Россию поступает также продукция Израиля, Италии, Бразилии и Чили. И в заключении несколько слов о пользе и вреде хурмы. В хурме в большом количестве содержатся бета-каротин, калий, пектин, магний, железо, йод, витамины группы В и С. Кроме того она может оказаться полезной для гипертоников. Хурма снижает хрупкость сосудов, нормализует уровень холестерина, расслабляет сосуды и снижает кровяное давление. Однако злоупотреблять хурмой не следует. В день рекомендуется съедать не больше одной ягоды. Хотя калорийность хурмы не очень высока и составляет не более 70 ккал на 100 г, в ней содержится до 25% глюкозы и фруктозы. Поэтому даже одна ягода способна негативно отразиться на состоянии человека, страдающего сахарным диабетом. А из-за высокого содержания калия хурма обладает мочегонным эффектом. Это нужно учитывать тем, у кого есть камни в почках или имеются проблемы с мочевым пузырем. Также не рекомендуется есть много хурмы при проблемах с щитовидкой. На голодный желудок эту ягоду тоже лучше не употреблять. Иначе возможны вздутие и диарея. Субтитры создавал DimaTorzok